Сентябрь 2022 года на приграничных пунктах России многокилометровые очереди мужчины призывного возраста массово покидают государство после объявления Путиным частичной мобилизации федерации. Люди преимущественно выезжали в Грузию, Казахстан, Турцию, Финляндию и страны Балтии. По данным Форбс, только за две недели после объявления мобилизации Российскую Федерацию покинули 700 тысяч россиян. Эти цифры подтвердила в интервью Франц Интер и президент Грузии. Около 700 тысяч россиян уехали в Грузию после начала мобилизации. Остались в Грузии около 100 тысяч россиян. Это в основном молодежь и представители среднего класса. Остальные 600 тысяч уехали в Армению, Турцию и в другие государства, говорит Соломе Зоробешвили. Петербуржец Александр сразу после объявления мобилизации купил билеты себе и своей девушке на рейс в Турцию. Там он находится уже второй месяц. С работой, говорит, проблем нет, жилье недорогое. Вот только когда вернется домой, не знает. Может быть, конечно, там наверху у кого-то одного хотя бы включится мозг, он посмотрит на происходящее и в ужас придет от того, что мы делаем. И с этого начнутся перемены. Если они будут, я приеду назад, даже если это будет очень плохо. Приеду помогать строить новую страну, но только когда путинского режима не будет. Сомневаюсь, что это случится скоро. Пока мы бежим. Украинцы бегут, потому что на них напали, а мы бежим, чтобы не убивать. Александр, житель Санкт-Петербурга, в интервью «Северреалия». Многие бежали без какой-либо финансовой подушки. Нежелание быть убитым на войне в Украине заставило некоторых россиян перебраться даже в отдаленные азиатские и африканские страны. Всего, по неофициальным данным, Россию покинули более одного миллиона жителей, рассказывает российский оппозиционер Андрей Сидельников. Изначально принимали очень хорошо и тепло. Здесь как бы действительно нельзя говорить, что там какие-то были гонения или как-то не давалось, скажем так, обустройство в этих странах. Но на сегодняшний день уже растет недовольство в той или иной стране, например, в Армении и в той же самой Грузии. Растет недовольство поведением, в первую очередь, россиян. Поэтому здесь, в общем-то, ну, наверное, с нашим менталитетом или просто необразованностью дают возможность, в общем-то, люди смотрят, россияне имеют в виду, которые уехали, смотрятся высоко на местное население и это, естественно, не добавляет каких-то очков. Сегодня такого ажиотажа на российских границах нет. Из Российской Федерации уезжает меньше людей. К сожалению, говорят российские оппозиционеры. Ведь выезд из страны – один из немногих способов сохранить себе жизнь. Я считаю, что люди, которые сами идут, вот как бараны, извините, на бойню по этим повесткам, но это просто переменю Дарвину давать надо. Ну, то есть, самому идти, сдавать себя в военкомат или своего сына туда отправлять, или своего мужа. Это надо быть просто, ну, каким-то полнейшим идиотом, который просто не понимает, что это никакая не защита Родины, а это просто отправить своего любимого дорогого человека в пьяную мясорубку и сделать его преступником. Чтобы не стать военным преступником и сохранить себе жизнь, необходимо требовать от военкоматов перевода на альтернативную гражданскую службу, советуют правозащитники. Вот такой метод оттяжки отправления человека на эту войну. То есть, это, на самом деле, один из таких хороших методов. То есть, когда вы… Ну, это делать надо не самостоятельно. Лучше это делать через какое-то доверенное лицо, идеально через адвоката, и судиться, что называется, до победного конца. И задача, ну, по крайней мере, то, как я это вижу, да, как правозащитник, не идти на эту альтернативную службу, а просто затягивать, заматывать этот процесс призыва человека. А пока идут суды и разбирательства, у россиян появляется время и возможность покинуть государство. Огромные потери российской армии в Украине, в том числе и убитые, раненые и пропавшие без вести мобилизованные срочники, доказывают – от призыва нужно бежать любыми методами, уверены правозащитники.